Информационная продукция для детей, достигших 14 лет. Морозы новогодние нередко портят все веселье. Ну разве хочется среди ночи идти на улице, чего-то там праздновать, если дома теплее, а на улице дубак. А вот некоторые, наоборот, любят экстрим и предпочитают отмечать праздник на улице. И такое уличное застолье выглядит вот так. Что, вкусно? Да, неплохо. Чай будешь? Давай. Некоторые пытаются отсидеться в машине, вроде как и на улице, но при этом в тепле. Правда, тут есть большая вероятность, что к вам в уютное автомобильное гнездышко захочет залезть кто-нибудь еще. Здравствуйте, меня зовут Максима из компании Reflame. Кто такой храбрый человек? Тот, который ничего не боится? Нет, это не храбрый. Это безрассудный. Никогда, слышите, никогда не повторяйте то, что делает этот человек. Чего только люди не придумают, лишь бы казаться круче. Представляете, если бы Дед Мороз был настолько же крут? Пришел к ребенку, подарок отдал и говорит, а ладно, мне пора двигать дальше. Продолжаем обзор ребят, которые любят выглядеть круто. Категорически не рекомендую повторять это самим. Прежде чем такие вещи вытворять, требуется сначала избавиться от страха повредить мозги. Или от самих мозгов. Или вырастить крылья. Такую же процедуру по удалению головного мозга придется сделать, чтобы решиться на это. Возможно, кому-то это и покажется веселым трюком. Я вижу здесь только человека, повредившегося умом. Интересно, а если его остановит гаишник, как будет штраф выписывать? Он же, типа, пассажир? Нужно вводить в пункт, предусматривающий наказание не только за управление чужим транспортом и без прав, а за езду на транспорте без водителя. Вот вам известна поговорка, что все хорошо в меру. Например, стараться тоже нужно в меру. Иначе можно выглядеть как-то так. С другой стороны, можно попасть в засаду без тени смущения, согласившись сделать то, чего вообще не умеешь. Особенно, если тот, кто тебя на это подбил, сам не особо талантливый преподаватель. Субтитры создавал DimaTorzok Представляете, если бы, например, так выходили на какие-нибудь соревнования? И следующая пара покажет изящный танец двух влюбленных лебедей. Встречаем! Субтитры создавал DimaTorzok Так а что же тогда в твоем понимании круто, спросите вы? Так как я работаю на ТВ, юзаю высокие технологии и мне доставляют разные гаджеты и технические приблуды, то мой выбор пал на рыбалку. Вот такую рыбалку. Телевизор прикольное тело. Четвертый, Вася. Слышишь, давай на подсёк, мужик. На какой подсёк, ты чё? О, давай, 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 давай. Давай, 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 Павлик. Павлик, Павлик, Павлик. Вы это всё видели. Вот это, ты видел? Вот это видео, вот это я понимаю. Вот она, сукпай. Если вы тоже за развитие технологий и любите всякие изобретения, то следующая рубрика как раз для вас. Давайте посмотрим, как можно из чего угодно сделать, что пожелаешь. Нет, речь пойдёт не о волшебниках. Лайфхак. Шоппинг, как известно, дело нужное, но хлопотное. Чтобы найти подходящую вещь, иногда приходится пройти несколько супермаркетов, магазинов и рынков. Удачные покупки и хорошее настроение омрачают уставшие и отёкшие ноги. Чтобы снять усталость, возьмите теннисные мячики. Попробуйте их перекатывать ступнями несколько минут, и вы ощутите облегчение и лёгкость в ногах. Закончился освежитель воздуха, а вам нужно срочно освежить комнату, проявите находчивость и воспользуйтесь деревянной прищепкой. Прикрепите её на ваше рабочее место и, взяв бутылочку вашего любимого эфирного масла, накапайте на неё несколько капель. Ароматизатор собственного производства готов. В итоге вы можете продолжать свою работу в более комфортных условиях. Мама приготовила очень вкусный борщ и попросила вас отнести его папе на работу, а крышка от кастрюли закрывается неплотно. Предлагаем воспользоваться канцелярскими резинками. Сцепите одной резинкой одну ручку кастрюли и ручку крышки, и аналогичным образом укрепите и вторую. Теперь вы можете транспортировать кастрюлю на любое расстояние безопасностей. После бритья, если оставить станок во влажном состоянии, лезвия будут окисляться и раньше придут в негодность. Поэтому возьмите пен и, включив его на максимальную мощность, хорошенько продуйте лезвия. В результате чего лезвия бритвенного станка будут служить намного дольше, тем самым сократив ваши ежемесячные расходы. Обычно, чтобы не носить мусорное ведро, мы опускаем в него полиэтиленовый пакет. Но, как часто бывает по мере заполнения пакета мусором, он соскальзывает, и нам приходится его периодически поправлять. Приобретите крючки для ванной. Отклеите защитную бумагу и приклеите крючок на торцевую сторону ведра. Аналогично приклеите второй крючок на противоположную сторону. Вот и все. Закрепите ручки пакетика на крючки, как показано на видео, и забудьте про пакет до его заполнения. Чтобы получить максимум сока из овощей, фруктов или цитрусовых, положите их в тарелку. Далее отправьте тарелку в микроволновку и установите таймер примерно на 15-30 секунд. Высокая температура размягчит мякоть, и вам будет намного легче выдавить сок. Нам удалось с помощью этого способа без труда выжать мандариновый сок. Как известно, маленькие дети все сладкоежки. Куда бы вы не прятали сладости, ребятишки все равно их найдут. Чтобы ваши малыши не злоупотребляли конфетами, возьмите любую пустую емкость, это может быть контейнер от майонеза или кетчупа, откройте крышку и положите внутрь все конфеты. Дети никогда не догадаются, что в них могут храниться конфеты. Если вы большой любитель крепкого кофе и сегодня переборщили с ним, то съешьте банан. Этот продукт восстанавливает баланс электролитов, который нарушает кофе. А также желательно выпить стаканчик обыкновенной чистой воды. Кофе также обезвоживает организм, дополнительная влага будет кстати. Металлическая губка – очень полезная вещь в хозяйстве. Если она отработала свой срок службы, не спешите ее выбрасывать через балкон. С помощью нее вы сможете заточить затупившиеся ножницы. Возьмите губку и немного порежьте ее ножницами. Несколько движений и результат вас обрадует. Киви – рекордсмен среди многих ягод и фруктов по многим показателям. Но процесс очистки кожуры довольно-таки непрост. Предлагаем вам быстро и легко освободиться от кожуры, воспользовавшись обычным стаканом. Первым делом разрежьте ягоду пополам. Прислоните разрезанную сторону к краю стакана и легонько придавливая опустите вниз. Таким образом вы легко освободитесь от кожуры, а вкусная мякоть окажется в стакане. Если вы обнаружили засохший кусок хлеба, а в магазин сходить нет времени, вам нужно его освежить. Возьмите любой стакан и налейте в него воды наполовину. Далее поставьте стакан в микроволновку вместе с хлебом и установите таймер на одну минуту. Данный способ позволит сделать ваш хлеб свежим и ароматным. Приятного аппетита! Набрали текст в Word и не обратили внимания, что пишете в верхнем регистре? Не спешите удалять написано и набирать все заново. Выделите набранный текст и воспользуйтесь быстрыми клавишами Shift-F3. Все встанет на свои места. В будущем при переходе на верхний регистр старайтесь использовать клавишу Shift. Это гораздо легче и быстрее. Вот такие вот вещи можно сотворить с помощью сумасшедших или гениальных мозгов и ровных рук, растущих откуда надо. Это почти волшебство, но я знаю парня, который творит настоящее волшебство. Волшебство монтажа. Я не знаю, что я буду делать это, но я просто хочу прыгать на водопад. Я не люблю спешить мои друзья в поле. Я люблю их. Вы готовы, Josh? Я люблю эстер-канди. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok